Если кто-то из вас читал мою новую книгу «Дух времени. Введение в Третью мировую войну», вы знаете, как я отношусь к постмодернизму и к направлениям философии мысли, которые были порождены этим движением по разрушению больших нарративов. О чём речь? Всё человечество постоянно жило в больших нарративах. Нарратив – это та история, с помощью которой мы объясняем себе что-то. Большой религиозный нарратив, например, в каждой религии свой. Какое-то сотворение мира, какое-то грехопадение или ещё что-то. Пятое, десятое – и дата нашей жизни. Существовали большие нарративы в области, например, семьи. Патриархальная семья, отношения мужчин и женщин. Они тоже зависали от культуры, но это был большой нарратив. Был большой исторический нарратив. То, как мы пытались организовать знания о том, что происходило в прошлом, для того, чтобы обрести свою идентичность сейчас. Был нарратив, связанный с сексуальностью, нарратив, связанный с классами, с деньгами, марксизм. Тоже большой нарратив. Много, то есть вот даже не перечесть. Это такие огромные, большие истории. Можно зайти просто, я думаю, на… Я так не делал, но вот кафедры всякие, которые в университете изучают всё гуманитарное. Каждый из них – это большой нарратив. Каждая дисциплина, каждая кафедра, каждое направление внутри образовательного процесса – это большие нарративы. И постмодерн, что это такое? Это такое как бы разрушение всех нарративов. То есть вот действительно нарратив – это ошибочная штука. Потому что нарратив учитывает только те факты, которые помогают эту историю рассказывать и игнорируют лишнее. Ну, лишнее не в смысле, что оно действительно лишнее, а в смысле того, что историю будет сложно рассказывать с этими, так сказать, ответвлениями и так далее. Поэтому это вот как есть вот этот Marvel. Там герои, у них как-то все свои истории, они где-то в какой-то момент соединяются. А расскажите одну историю про них. Ну, это будет какая-то ахинея же, правильно? Ну, как-то что-то будет как-то… Я не большой специалист, но мне кажется, там что-то пойдёт не так. Да, нарративы были выстроены. И, собственно говоря, постмодерн… Ну, всё это началось, понятно, там вообще с авангарда, который разрушил… Художественного авангарда, который разрушил представление о классическом искусстве, который… Чёрный квадрат Малевича, Пикассо со всеми его периодами и так далее. Они все рушили, тадаисты. Там, в общем, как бы сказать, они рушили нарратив визуально-культурный, философы рушили нарратив, и социологи, теоретики социологии рушили существовавшие до этого. Ну, как бы вот это всё. И вот это было разрушение, которое, ну, привело к фатальному исходу. Потому что просто рушить, не предлагая инструментов, что делать с обломками самовластия. Вот, как там, и на обломках самовластия напишут наши имена там, как это вот. Ну, вот имена напишут, дальше, что делать дальше? Вот, плана бы и не было. Не было плана бы. Вот, поэтому мы оказались в ситуации, при которой весь мир культурно-идеологически поляризируются, атомизируются, десоциализируются. В общем, чёрт знает, что с ним происходит. Но, с другой стороны, эти революционеры в области философии создали массу инструментов, как можно торпедировать нарративы. И, на самом деле, мы – это тоже нарративы. То есть мы с вами – истории, которые мы сами себе о себе рассказываем. И моя идея состоит в том, чтобы использовать инструментарий, которые философы делали, разрушая нарративы социокультурные, общественно-идеологические и так далее, и так далее, для того, чтобы разрушить и пересобрать внутренние структуры и создать новую историю самих себя в профессии, в личной жизни, в любой сфере, и чтобы она была функциональной, чтобы она нас не прижимала к земле, а давала возможность опираться на структуру, которую мы можем создать целенаправленно. Так-то, когда мы росли, мы же как растения, понимаете, в разной среде, на них одно падение, другое – другое. Посмотрите на ствол дерева. Он весь вот такой, какого-то, который стоит, особенно в тундре. Такие стволы, ну, там даже не деревья, ну, где-нибудь вот в горах, вот такое кривое дерево. На него всё время что-то воздействовало. То камень упадёт, то, значит, длинные, то грозы, то, блин, блин, там осядет земля, там и прочее. И вот он вот такой вырос. И это наша жизнь. Это мы так выросли. И такие кривые стоим. А вот если мы используем методы деконструкции, а потом используем методы, опять же, это уже больше из лингвистики, то, что Пинкер делает, то, что Лаков делает, ограничимся этими двумя, потому что там ещё есть Хомский. Но Хомского тоже мы чуть-чуть возьмём. И мы соберём нарратив. И это будет наш подарок самим по себе, который называется «Курс отмычки реальности». «Курс отмычка» «Курс отмычка»